Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения в Славянском районе обсудили на выездном совещании с участием заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина и главы Славянского района Романа Синеговского. По итогам четырех месяцев этого года в Славянском районе отмечен рост аварийности на автомобильных дорогах федерального и местного значения, несмотря на то, что курортный сезон еще официально не начался. В муниципалитете за отчетный период зафиксировано 30 дорожно-транспортных происшествий, из которых 18 на дорогах местного значения. Каждый случай требует отдельного внимания и принятия эффективных мер. Мы приняли решение, что будем проводить выездные наши совещания, так называемые. Я буду смотреть причины очагов этих дорожно-транспортных происшествий, как на федеральных местных, проявлять дорогу. Смотреть причину, видеть исполнение тех поручений, которые мы с вами обсуждаем, ну и, соответственно, их контролировать. Для предупреждения аварийных ситуаций на дорогах муниципалитетам на сложных участках был принят ряд мер. Выполнен ремонт линий уличного освещения, в том числе над пешеходными переходами. Обустроены ограждения у общеобразовательных учреждений. Нанесены линии разметки пешеходных переходов на проезжей части дорог. В черте населенных пунктов аварии, если и случается, то, как правило, без тяжелых последствий, чего не скажешь о ДТП на федеральных трассах. С начала этого года уже произошло 9 аварий, в которых погибло 6 человек, пострадали 8. Постоянно увеличивающийся транзитный транспортный поток, конечно, влияет на рост аварийности. Для того, чтобы разгрузить дороги, к концу этого года будет завершено строительство новой объездной трассы. С учетом того, что у нас строится новая дорога на Крым, и она будет введена, если кто не знает, на следующий по плану, до конца текущего года, конечно, это нам позволит разгрузить в части и ваш район, с точки зрения грузопассажирских перевозок, особенно грузовых поездных перевозок, чтобы на Крым. Ну и с учетом того, что у нас вообще, как бы, на федеральном уровне принято решение сделать, скажем так, Казовское сольцо, Казово, новые территории с выходом в Краснодарский край и на территорию уже Ростова и в сторону Москвы. По результатам выездного совещания, вице-губернатор Андрей Прошунин рекомендовал муниципалитету рассмотреть возможность увеличения количества пешеходных переходов, а также совместно с собственником автомобильной дороги пересмотреть организацию дорожного движения на участке примыкания дороги местного значения к федеральной по улице Дружбы народов. Также на совещании обсудили возможность ограничения передвижения транзитного грузового транспорта по мосту через реку Протока. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».